Ту-134 Просмотр документального фильма – общение с заслуженным летчиком-испытателем Аркадием Газаряном. Вопросов много, и они самые разные, начиная от технических характеристик самолета до того, сложно ли учиться на летчикам. Чтобы быть летчиком, нужно очень любить эту профессию. Вот я сейчас сидел, смотрел на телевизор, на экран, да, у меня мурашки, честно сказать. Я налетал на этом самолете 2,5 тысячи, это только на этом самолете. И у меня мурашки пошли, как и свое дитё. Первый полет Аркадий Газарян совершил, как только ему исполнилось 16 лет. За свою летную карьеру он провел за штурвалом легендарного пассажирского лайнера Ту-134 2,5 тысячи часов. Благодаря особенностям конструкции самолета, шум и вибрация двигателя практически не ощущались в салоне, что для авиации тех времен было невиданным уровнем комфорта. Производство запустили в далеком 1979 году. Последний полет пассажирской «Тушки» в России произошел в 2019 году. Сейчас машины служат в МЧС, в Министерстве обороны также применяются в сельском хозяйстве. Это история России, нам обязательно надо знать историю России, для того, чтобы просто гордиться своей страной, чтобы можно было рассказать кому-то про неё. Это очень хорошо знать историю своей страны. Проект «Успех в единстве поколения» стартовал в июле 2024 года. Школьникам и жителям городского округа уже рассказали про Сталинградскую битву, сражения под Прохоровкой и другие значимые события времен Великой Отечественной войны. Теперь список пополнили и трудовые подвиги отечественных авиаконструкторов. Сервер Бекмобетов, Вилфрид Димковский. Новости Химки-ТВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова